Всем привет, дорогие мои! Нежданная тренировочка на самом деле. Сейчас все вам расскажем, объясним. Но тем не менее, очень хорошо, что мы все-таки собрались позаниматься. Знаю, что многим сейчас тяжело, поскольку плохая погода. У меня тоже дождь, какое-то такое не солнце. Очень было сегодня тяжело встать с кровати. Но тем не менее, я это сделала. Сейчас мы приглашаем в мой эфир моего тренера Сергея Шеремету. Так, а он пока мне ничего не отправил. Сережа, Сережа, Сережа. Так, пока мой тренер собирается ко мне в эфир и дает мне запрос, я чуть-чуть протру камеру. Извините, поплевать на вас чуть-чуть. О, отлично. Так, ну что, мы готовы заниматься. Дело в том, что мы вчера с Сережей вечером переписывались в Инстаграме. И он сказал о том, что у него на странице сегодня будет тренировка. И она была у него в 11.00. И он не мог со мной выйти в эфир. И мы с ним договорились, что мы в 12.30 созвонимся по его марафону, потому что я тоже хочу участвовать, тоже хочу на эту кето-диету сесть. Потому что, если честно, я немножко подзаплыла. Вы видите, жирком. И мне бы килограммчика три, конечно, было бы неплохо сбросить. И мы с ним договорились, что мы в 12.30 с ним созвонимся. Но поскольку мой Инстаграм ведут мои администраторы, тоже в том числе размещают вот эти вот все афиши, они поняли, что в 12.30 у нас будет тренировка. И выставили утром афишу. И об этом я узнала, ребята, ровно 10 минут назад. Поэтому я быстро закрутила хвосты, надела лосины и готова заниматься, хотя не собиралась сегодня заниматься. Но какое же счастье, что все-таки я буду заниматься. И это круто. Ну что, давайте найдем Сережу. Я надеюсь, что он уже прислал мне запрос на... Да, вот он уже есть. Отлично. Отлично, Сергей. А мы ждали. Ну вот. Классно, что вы ждали. Давайте сейчас позанимаемся. О, привет. Привет. Ну что? Подожди, Дайси. Что ты? Жесть. Ты же выход на нитку. То наше такое. Скажи. А то так красиво, Оля. Это так красиво. Думаешь? Ты знаешь, что и до этого был ничего? Ну, слушай. Харизму не уберешь. А вот мышцы это все. Ну, харизма не похудела, скажи. Не, харизма на месте. Хорошо. Ну, так, ребятки, значит, я уже объяснила нашим ребятам, что мы не собирались заниматься. Слушай, а я реально такую тренировку только что отбомбил в прямом эфире. Думал, сука. Я видела. Я хотела с тобой позаниматься, но, если честно, я так не могу. Меня можно составить только эфир. Да. Когда они смотрят, и я понимаю, что есть, как бы, ответственность, и я иду заниматься. А вообще не собиралась. Посмотрела, как ты там баклажку тягала, думаю, ну, хайкинай. Такая, ладно, да? Слушай, знаете, я хотел бы... Я второй день на интервальном голодании. Ну, как? А как ты голодаешь? Как ты? Ну, вот, немножко хаотично, потому что, допустим, вот вчера я выдержала 16 часов. Я поела первый раз в час дня, потому что последний раз я ела в 9 вечера. А вчера я на ночь набомбилась в еды, и поэтому сегодня начну кушать с 3 часов дня, потому что я в 11 ела последний раз. Ну, понятно. Ну, смотри, знаешь, тут еще момент, как бы, именно интервального голодания, как бы, потому что, когда мы интервалами голодаем и кушаем обычную еду, то нам тяжело адаптироваться, потому что, когда еда высокоуглеводная, то действительно организм привыкает к постоянным перепадам глюкозы, и он ее постоянно требует. То есть, момент в чем, вот ты, кстати, говорила, что кето-диета, это не кето-диета. То есть, это первые дни, там буквально около кето-диеты. Кето-диета, она распределяется 5% от общего колоража идет на углеводы. Это очень мало. Это прям жесть-жесть. Ну, типа, это нездорово для организма. То есть, я на первых днях марафона даю буквально там, ну, около 10% углеводов, а потом мы постоянно повышаем. Мы у нас вообще сегодня плов готовим, ну, прикинь. Какая кето-диета? То есть, это. Я тебе расскажу, какой есть классный рецепт. Берешь трешмак с сахаром. Давай, давай, это самое. Дерешь мак с сахаром, делаешь тостик в тостере, намазываешь маслицем и сверху вот этим маком. Боже, я тебя жрала в 11 вечера. Та-та-та-та-та-та-та-та. Не, ну, слушай, ну, у тебя, кстати, по животу не видно, а вот лицо немножко, то есть, типа, так вот, ну, типа, щечки появились, знаешь, это, по лицу, а так не видно особо. Ты знаешь, девочкам за 30 щечки не мешают. Конечно, украшают только. Смотри, слушай, давай, кстати, приготовим это самое в прямом эфире мясную запеканку. Реально крутой рецепт, я его даю в марафоне, сделаем и тебе будет полезно, и подписчики твои тоже сделают. Реально крутой рецепт. Это, договоримся потом, короче, чтобы не избивать на мой эфир. Смотри. Хорошо, давай заниматься. Секунду. Я буду заниматься в Раша. Короче, давай буквально два слова тебе еще расскажу, как бы, за питание, да, и потом начнем эту ворту. Просто нужно определять, как бы, то, что это не кето-диета. Мы постоянно даем повышение профиля на углеводы. То есть, но мы сбалансировано углеводы кушаем. И когда постоянно идет баланс углеводов, то есть у нас их мало, да, у нас там по соотношению около 25% идет на углеводы. Но благодаря такому питанию тебе интервальное голодание дается намного легче. Я постоянно выставляю, ну, короче, позвонили, сори, это. Короче, видно, да? Это. Да, да, да. Алло, алло, да. Это. Когда ты уже отмыкаешь от постоянных перепадов глюкозы, тебе вообще становится комфортно голодать, потому что твой организм включает резервные источники энергии, жировые запасы. И благодаря этому мы так колоссально и быстро занимаемся жиросжиганием. То есть действительно, как бы, здесь очень важен грамотный подход. Ну, так ты же самое главное мне-то не рассказал. Я тебе скинул в личное сообщение. Ну, не важно, короче, я тебе позвоню, как бы, и я тебе все расскажу, окей? Все, хорошо, поехали. Да, давай. Так, мы начинаем развинаться. Сегодня будем делать функциональную тренировку на все тело, интенсивненько. Давай сделаем акцент на пресс и задницу. Мы сделаем на ножки и пресс, договорились. Хорошо, а попа? Так, попа, она всегда работает. Мы еще попа отдельно проработаем, прям так отконцентрированы. Хорошо. Хорошо, ну что, поехали? О, ох, у меня, слушай. Я еще не восстановился, постит мне овощи. Ну, ничего. С петкназу не привыкать. Вот. В одну сторону, в другую раскручились. Да. Хорошо, максимально раскручиваемся. Окей. Теперь вот, локтевые суставы. В одну сторону, в другую сторону. Хорошо. А теперь джампинг-джеки, потому что ты прыгала, да, становимся. И прыжочки. Буквально 15 раз. Окей, стоп. Хорошо. Оль, тянемся вниз теперь. Вот. На ровных ножках, максимально вниз потянулись. А тебе нормально две тренировки? Да вообще бомба. И, кстати, знаешь, что прикол? Я же еще не ел. И я ничего еще не ела. Вот, давай, за плески делаем. И вот сейчас, кстати, мы с тобой тренируемся на наших резервных источниках энергии. Мы как раз сейчас запускаем максимальный процесс жиросжигания. Так, хорошо. Ну что, смотри, что мы сейчас будем делать. Так, я поставлю камеру, чтобы было видно. Да. Смотри. Будем делать один большой круг. Первое. Это двойные приседания у нас будут. Без ничего. Пятнадцать повторений. Потом двадцать джампинг-джеков. То, что вот мы делали. После этого двойные скручивания. Пятнадцать повторений. Это вот, когда мы. Помнишь, да? Делали с тобой. На каждую ногу по два, это на каждую ногу по одному. Не, мы делаем две ноги. То есть сразу две. Ага, окей. Это. Получается пятнадцать. И после этого становимся на ровные ручки. И будем делать перехлопывание. Тридцать повторений. Это будет один круг. И мы таких сделаем. Три круга вообще без отдыха. Чтобы так максимально интенсивно. Окей? Хорошо. Ну что, ребят, поехали. Давай. Раз. Ага. Два. Три. И. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И десять. Боже, на улице опять дождь. Два. Да, кстати, погода непонятная. Три. Четыре. Четыре. А у меня, короче, двадцать шестой этаж. Пять. Это. И у меня видно, короче, весь город. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И я вижу, с одной стороны солнце, а с другой, ты подумаешь, Ваня, вообще нереально. Так, ну что, поехали. Джампинг-джеки. Два с повторениями. Раз. Два. Три. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Поехали. Двойные скручивания. Пятнадцать повторений. Окей. Давай. Раз. Блин. Ай. Ой, хороший ракурс, так и оставит. Поехали. Два. Раз. Одновременно поднимаемся, и ножки по себя. Вот. Оп. Так, покажи действия. Ну смотри. Вот мы лежим, поднимаемся, и две ноги, видишь, вот две. Да, две. Вот. И поехали. Раз. Легла. Два. Две ноги. Поняла? Так ты же сказал двойные. Так двойные, ну правильно. Ты поднимаешь корпус и ноги, это двойные. А, все. Поехали. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Пятнадцать повторений, и поехали к перехлопыванию. Пятнадцать повторений. Тридцать повторений. Один, два, три. Тазом не виляй. Четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Стоп! Поднимаемся и поехали. Двойные приседания. Два повторений. Один, два, три, на выдохе. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, десять, хорошо, джанглин джеки, два повторений. Раз, два, четыре, шесть, семь, восемь, девять, двадцать, хорошо. Пресс, 15, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять. Окей, на ровные ручки становимся и поехали. Тридцать повторений. Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь. Таз держим. Девять, десять. Один, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Девять, девять, двадцать, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать, хорошо. Поехали двойные. Приседание. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Джампинг-джеки. Поехали. Один, два. Один, два, три, четыре, шесть, пять, пять, семь, восемь, девять и десять. Хорошо, отлично. Поехали. Приседание. Двойные. Один, два. Три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 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 один, три, четыре, пять. Хорошо, перехлопывание. Три повторения. Поехали, сейчас отдохнем. Один. Поехали. 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 неплохо тогда уже дали сразу хорошо небольшой отдых ой оля ну что там происходит пока что отдыхаю в основе отдыхания часть немножко отдыхаем буквально до минутки выпей пару глотков водички и сейчас будем максимально потеть смотри что мы будем делать мы сейчас будем делать всем бёрпи после этого да их никто не любит но не такие эффективные что тебе просто не передать потому что это самое функциональное упражнение которое только можно придумать у тебя включается одновременно и ноги и мышцы кора и спина стабилизирует и руки и грудные и дельты и это все ты работаешь в сумасшедшей динамике запускаешь все аэробные процессы и у тебя реально ты максимально дышишь максимально включается но это прям очень хорошее упражнение смотри поэтому мы будем делать бёрпи буквально 7 повторений немного после этого показываешь трицепс у тебя выглядит это не естественно кажется что это импланты ну свет херовый кстати смотри да ужас прикольно да да ладно короче смотри мы делаем всем бёрпи после этого мы будем бежать на месте да высокий бег буквально 30 секунд и после этого ну смотри нам нужно вот на беге так вот максимально круто я пытаюсь чтобы чтобы вы хотите не украшивать да у меня это покажем это это Продолжение следует... 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 я еще пойду вечером на пробежку в лес да на самом деле как бы знаешь просто если раньше ты к этому стремишься то сейчас ты просто принимаешь тот факт что ну ты не хочешь быть зависим если находится человек с которым тебе комфортно человек который от тебя не требует какого-то повышенного внимания который просто радуется от того что он находится вместе с тобой а ты радуешься того что это человек с тобой это есть нормальные здоровые отношения но большинство из нас реально из-за своих детских травм из-за какой-то херни начинает интерпризировать отношения свой формат привязывать человека к себе не такая тема вообще она вымораживает поэтому в данный момент я такого человека не нашел найдется такая девушка конечно я буду рад но опять-таки я не стремлюсь я и кстати с фотографиями кастин так ну что немножко отдохнул да хорошо смотри сейчас будем делать и прессик и ножки и попа что мы делаем делаем реверанс и помнишь да ты прекрасное упражнение вот на одну ножку на другую делаем 30 повторений только главное выдержим такой темп но более скоростной после этого мы стоим на ровных ручках планки и поднимаем ножку наверх таким образом смотри вот одну ножку наверх таким образом мы максимально включаем и ягодицы и заднюю полость бедра и разгибатели спины на одну ножку будем делать 15 повторений на другую 15 повторений и после этого еще будем делать пресс пресс будем делать следующим образом режим вот поднимаем корпус и одну ножку и верху до касания да хорошо вот смотри это у нас будет третье упражнение и четвертым упражнением а на четвертым упражнением и четвертым но на легкой мы будем больше дыхание восстанавливать 4 получается мы становимся в позицию паучка но мы делаем только ногой 1 2 видишь легко когда пачок танцуем хорошо таких тоже будем делать 30 повторений хорошо поехали здравствуйте здравствуйте добрейший вечерочек 4 как ты говоришь я и что я и что я и что я и бал что бал и я я и бал а я и бал давай работой балерин 3 4 5 хорошо 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 максимально прожимаем перед стоящую ножку 9 10 10 хорошо становимся на ровной ручки и поехали подъем ног 15 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 хорошо на другую 1 3 6 7 8 таз нижний и 5 5 6 7 9 10 10 9 9 10 10 1 2 3 4 5 и 5 хорошо Ну что, поехали в пресс, короче. Помнишь, да? На ножку. А поднялся? Да, один, два, три, два, с повторением, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Ножку ровнее. Девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, выше, десять. Хорошо, два ты сделала? Да. Окей, поехали с паучка, только ножками работаем. Три, смотри, один, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Ну, делай так, один, два. Я просто очень люблю это упражнение. Четыре, сверху, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Хорошо. Поднимаемся и сразу делаем реверансы, не отдыхаем, чтобы поднялись. Давай, Оля. Let's go. Ты шо? Давай, let's go, Оля, работаем. У нас такой интенсивший сегодня. Умничка, поехали. Оп, и в эту ножку. Лучше я тостик с маком съела. Два. Ты потом съешь. Три. Ты ж не разрешаешь. Четыре. Ты все равно ешь. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. На выдохе десять. Отлично. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь.